И вновь за студенческую скамью. Главы сельских поселений Волгоградской области проходят обучение. Программа стартовала по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Меры господдержки, сельского хозяйства, юридическая консультация и социальное развитие все это руководители на местах узнают в течение недельного курса обучения. Такой программы обучения еще ни разу не было в Волгоградской области. Но главы сел и хуторов говорят, курсы очень нужны, потому что знаний и опыта, особенно в специализированных сферах, многим не хватает. Для нас очень важна сельхозская операция, потому что достаточно большое количество фермеров, которые не обладают большим хозяйственным потенциалом. У них ограничены земельные доли 200 гектар, максимум 150. Для этих лиц как раз и необходим именно кооператив. Для того, чтобы мы, развивая растеневодство, тем самым собравшись вместе, смогли развивать и животноводство. Развитие АПК, механизмы господдержки сельского хозяйства, страхование рисков, социальная сфера. Это далеко не полный список тем, которые изучают новоявленные студенты. Курс уже прошли главы сельских поселений Новоанинского, Урюпинского и Новониколаевского районов. На этой неделе за парты сели руководители из Ялани и Киквидзе. За эту неделю мы обучили их всем новым технологиям, о чем я говорю, и элементам новых технологий, которые существуют в сельском хозяйстве. Не подробно, а в общем. По животноводству. В животноводстве это птицеводство, свиноводство, мясное скотоводство, рыбоводство, земледелие. И как, чтобы центром притяжения на селе был глава сельской администрации. Муниципальный уровень власти ближе всего к населению, и решать здесь приходится очень много вопросов. Об этом говорил на недавней встрече с сельскими главами губернатор Андрей Бочаров. По его словам, главная задача обучающего курса – вооружить избранных руководителей поселков и хуторов специальными знаниями, оказать помощь в составлении планов развития территорий, подсказать, как правильно работать с бюджетом и госпрограммами для получения поддержки, и где искать на местном уровне резервы пополнения казны. Есть там гектар земли, например. За него платят одни предприниматели или фермеры 100 рублей, а второй предприниматель, точно такую же землю, фермер, платит 1000 рублей за гектар. Ну, я образно. Есть такая ситуация. Второй вопрос. Есть фермер, обрабатывает землю гектар. Он не гектар, а два обрабатывает, а платит за гектар. Это все находится у вас на руках, на глазах. Вы это все прекрасно и сейчас видите, и будете видеть. И вам в любом случае надо будет для того, чтобы в целях исполнения своих полномочий приводить все в нормальное правое русло. Ни одно сельское поселение не останется в стороне. Все главы пройдут курс обучения, уверяют инициаторы программы. Всего в Волгоградской области насчитывается 456 таких территорий. Екатерина Караваева, Дмитрий Сероштанов, Максим Евсиков, телекомпания Ахтуба.